Этот визит к доктору для Марьян приятный. Прошло чуть больше месяца с момента операции на стопе. Боли и дискомфорт при ходьбе остались в прошлом, отмечает девушка. У меня было сильное искривление ног в связи с тем, что у меня начала расти шишка сбоку ноги. Стали постепенно все пальцы закручиваться в одну сторону. Когда я увидела свою ногу после операции, настолько все рассчитать, какие швы, как все пальчики ровненькие стали. Вот она неоперированная стопа. Вот как Марьяна говорила. Вот этот палец, видите, идет в такой перекрест со вторым, выталкивая его наверх. Вот эти вот так октябразно деформируются. И вот исправленная. То есть, видите, она стопа ровная. Марьян обратилась в отделение ортопедии и травматологии обособленного подразделения имени Гольца Щелковской городской больницы по полюсу ОМС. Все подготовительные процедуры анализа. Также сама операция не стоили девушке ни копейки. Впереди еще исправление второй стопы. Такие операции для докторов рутинны. Опыт большой. Обучение проходили у ведущих специалистов по хирургии стопы в Санкт-Петербурге, Москве и у зарубежных коллег. Врачи применяют самые современные методы для исправления деформации стоп. Основная, скажем, проблема и часто встречающаяся, особенно у женщин, это деформация переднего отдела стопы. Халюкс вальгус. В народе это шишечки там всевозможные. Существуют современные методики, которые мы освоили, коррекция этого состояния. Позволяют пациенту избавиться от болевого синдрома, носить стандартную обувь. Ольга исправила вальгусную деформацию стопы совсем недавно. Пока еще носит специальную обувь барука. Уже сейчас разница ощутима, говорит пациентка. На очереди вторая стопа. А после операции как вы себя чувствуете, как вы оцениваете изменения? Хорошо чувствую себя. У меня была увеличенная косточка, она у меня сместила все пальцы на ноги. И, соответственно, это была большая проблема в ношении обуви. Сама операция проходит под общим наркозом и требует пребывания в стационаре. Зато результат – эстетичные и аккуратность стопы, возможность носить любую модельную обувь. И, конечно, уверенность в себе. Если вас беспокоят дискомфорт и боли в стопе, команда специалистов будет рада помочь. Достаточно записаться на прием во Фрятинское отделение травматологии и ортопедии Щелковской городской больницы и решить проблему деформации стопы раз и навсегда. Наталья Медведева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.